Разбитые окна, где-то вместо стёкол листы фанеры, отсутствие воды, канализации, нет отопления. Его отключили ещё в 97-м. Но дети продолжают ходить сюда в кружки и занимаются даже зимой. Здесь температура, вот в этом помещении, такая же, как на улице, только нет ветра. Пара обогревателей на весь зал, вот и всё отопление. Даже во время концертов и представлений температура в зале минусовая. Местная власть просила обратить внимание на Дом культуры ещё прежнего губернатора Виноградова. Но он кивал на закон и говорил, что возрождать очаг культуры должна администрация сельского поселения. А у Той хватило денег только, чтобы подготовить документы на ремонт крыши. Ремонт крыши только будет составлять 4 миллиона рублей. Только крыши. По состоянию всего здания, с которым вы ознакомитесь, вы поймёте, что это наверняка десятки миллионов. Мы прошли по этому зданию. Тусклый мерцающий свет, где-то он вообще отсутствует. Проваливающийся пол, падающая штукатурка. Готовые декорации для очередного фильма ужасов. Непонятно, как детям до сих пор прививают здесь доброе и вечное. Последний раз ДК видел ремонт в 87-м, и то косметический. Общественность давно взывает к Трубину. Всё-таки старый работник культуры. У самого профессиональная жизнь прошла в таких ДК. А его подчинённые с 2011-го отмахиваются отписками. И, о чудо, приехал сам. Вот только денег не обещает. Наоборот, предлагает очаг культуры законсервировать, чтобы не морозить детей зимой. Вообще, и с тем, что вот это отопление отсутствует, и для обеспечения вообще какой-либо деятельности использовать 4 помещения, зал дискотечный практически невозможно. Я видел там состояние пола. Состояние пола не позволяет там использовать никаких движений, танцевальных, проигрывающих. В общем, это, я думаю, не нужно делать. Трубин, конечно, не против помощи. Даже обещал включить новоселовский ДК в одну из программ на условиях софинансирования. А о каком софинансировании может идти речь, если весь годовой бюджет сельского поселения 17 миллионов? А только чтобы составить проектно-сметную документацию на капремонт здания, нужно не меньше трёх. Трубин выдвигает второе предложение – передать ДК району. Но обрадуются ли районные чиновники такому обременению, общественность не уверена. Мы можем обратиться все вместе, опять же, наша инициатива – президентский фонд. С объективным, полным письмом. Потому что это дом культуры имени Гагарина. Как бы его там ни называли, сельский клуб, не сельский, но там чётко написано имени Гагарина. То есть кто его строил, кто его разрабатывал, он и подразумевался как вместе с комплексом мемориальным, который находится в полутора километрах отсюда. Разговором с Трубином общественность недовольна. Консервировать культовое место отдыха люди не хотят. А вдруг получится что навсегда? Вся надежда теперь на Светлану Орлову. Чтобы та со своим авторитетом дошла до Москвы и выбила федеральное финансирование. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал.